Куда ведут Турцию? Такое впечатление, что Россия и Турция – два колеса одной телегии. Ну, Турция, на самом деле, это достаточно крупная культура, это такая цивилизация особая, отчасти загадочная. Турция, вот весь исторический период, который мы видим, это вторая половина 17 века, 18 век, 19 век, начало 20 века, ее все били. Ну, вот еще первый период она там сопротивлялась, там вот пыталась вину захватить, еще что-то, а потом просто били, 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 без продоха, без продоха, отваривался один кусок. Она сопротивлялась, иногда присоединяла какие-то новые территории, там была консолидация населения, само количество турок увеличивалось, больше всего с мусульман. Но в целом, вот как-то они проигрывали. Но проигрывали достаточно достойно, то есть не вот раз вот и свет потушили, а медленно, медленно отступая, ожесточенно сопротивляясь. А потом возникла вот эта эпоха великого Ататюрка, отца нации, действительно отца нации, который провел реформы, радикальные, изменившие жизнь турок и с такими перегибами. Но эти перегибы, они были необходимы. Когда вот по улице ходили, эти фески турецкие сшибали палками, пинали людей ногами, там сказали им, что нужны нормальные эти европейские имена, фамилии. Его фамилии делают. И боролись в полигамии. В общем, там мусульманство ограничили с кем-то даже перехлёстом. Вот видите, храм Святой Софии превратили в музей тогда. И у Турции стало всё получаться. Она немножечко там одну территорию присоединила, другую территорию. На севере, на юге стала развиваться экономика. И удалось Турции очень выгодно проскочить Вторую мировую войну. Конечно, если бы она вступила, там это была бы опять мясорубка. Ну вот, в целом, как-то они развивались и развивались. Именно отказавшись от мегаломонической идеи возглавления всего восточного мира, всего мусульманства. И без попыток какого-то новаторства на пустом месте, очень неудачного и, видимо, для турецкой нации вообще невозможного, как нации восточной. Несмотря на то, что чисто биологически, это, конечно, в значительной степени европейцы. Европейцы, жители Балкан, отчасти в России и Польше. В несколько лет Турция отказалась от этой идеи и снова стала заниматься тем, чем она занималась несколько столетий. То есть, это какое-то новаторство, импровизейшн, региональная великая держава и так далее. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что этот путь ведет к новым поражениям. И сейчас уже видно, что если будет продолжаться так дальше, то само существование турецкого государства, оно будет под большим вопросом. Людей, которые хотят ее развинтить много. И парадокс Турции в том, что это второстепенный, конечно, народ. Первый период, или третьестепенный, но занимающий первоклассное, великое такое место в мире, как вот такой мост между Востоком и Западом. В другом конце это не получилось, этого нет, потому что там Восток, ну это Африка уже, там пустынная местность. И между Испанией и Марокко все-таки большой пролив, такой мощный. А здесь вот мостик, мостик в Европу, мостик в Азию, такой перевалочный пункт. И, конечно, с точки зрения культуры, это место, одно из самых важных на Земле и, может быть, самое важное. И случайно Фурье писал, что столицей мира в дальнейшем будет Константинополь. Ну и вот люди как-то вот на этом великом троне, они сидят, такие маленькие муравьишки, что-то там пытаются делать. И соблазн есть этого муравьишку просто оттуда убрать. Уже почти убрали в начале 20 века. Ну, могут и сейчас и повторить, почему бы нет. Потому что вроде бы сейчас практически застопорилось, уже поставили крест над идеей интеграции Турции в Европу. Ну, о чём это говорит? Ну, интегрируют по частям, тушкой. Они уже не субъект, они объект, имеющий пищевую ценность. Ну, что касается России, то тут вопрос другой, более сложный. Но с точки зрения дееспособности, конечно, это так сейчас вот два сапога пара. То есть, два великих народа, ну, народа, у которых многое в прошлом. Ну, мне кажется, что у русских есть некоторый ещё потенциал. А вот у турок сомневаюсь. Сомневаюсь.